Итак, квест на Люмину стал доступен. Им придётся нам немного попотеть для получения первого оружия поддержки, но я вас проведу через весь процесс, поэтому давайте же посмотрим, что нам предстоит. Сразу скажу, для этого квеста нужно заранее выполнить квест на шип. Это изначальное требование. Начинается новый квест там же, где и на шип, в соляных рудниках Тростленда, где нужно воспользоваться телепортом и пробежаться до разрушенного лагеря. Там вас будет ждать сундук с позиционирующим устройством и началом этого квеста. Первый этап называется «Роковой подарок». Вам нужно найти сундук, место которого меняется каждый час. Спрятан он в одном из тёмных секторов, определить который поможет то самое устройство. На момент начала квеста тайник был в ЕМЗ, в шахте 13. Нужно было отбежать чуть назад от начала сектора и зайти в комнату, где был сейф. Так вы получите предмет «Проводник тёмного прошлого», ровно как и новый этап поручения. Теперь вам предстоит создать 250 сфер света. Вы можете сходить в слепой колодец и фармить мобов ультами на чистку с сопутствующими экзотами. Я, например, на Варлоке проходился сверхновый, оделся в череп лютой Ахамкары и всё было без проблем. После выполнения требования вам выдадут револьвер роза. И следующий этап поручения. Для этого этапа нужно будет выполнить три квеста, которые придадут револьверу недостающие перки. Первый квест заключается в том, что вам нужно завершить 35 столкновений в слепом колодце, или любой кузне черного арсенала, или эскалационном протоколе. Можете и там, и там, и там. Я лично остался в слепом колодце. Если вас там больше, чем трое, то проходится это всё дело довольно шустро. Второй квест заключается в том, что нужно убивать несколько врагов без перезарядки 100 раз. А по третьему квесту нужно пройти любой суммарок на 50 тысяч очков и более. Скажу сразу, что все эти этапы не обязательно выполнять самой розой, потому берите что душе угодно. Затем следует этап поручения лидер боевой группы. Здесь от вас требуют выполнять различные задания, заполняя шкалу прогресса. И чем больше с вами будет владельцев розы, тем быстрее будет идти прогресс. За любые активности, правда, прогресс не идёт, например, за тот же слепой колодец. А за героические публичные мероприятия давали всего лишь 4%. Но в итоге мы пробегали на лёд озер тени втроём с розами, и раз 9-10 нам понадобилось пройти. Хотя ещё один совет, это пойти в паноптикум, так как там можно забрать с собой аж шестерых. Далее следует предпоследний этап «Сила в количестве». Самым сложным здесь для меня было условие убить захватчика в гамбите до того, как он убьёт кого-либо из вашей команды. Но, быть может, руки у меня не оттуда растут. Также нужно вам убивать будет стражей из револьверов и просто создавать сферы, как в начале квеста. Последний этап называется «Цветение». Вам нужно будет вернуться в налёт на Марсе, где, используя розу, на вас будет висеть баф «Прикосновение садовника». Он позволяет разбивать кристаллы Улья, которых вам надо уничтожить 11 штук. Они разбросаны по уровню, начиная со входа в энергостанцию, поэтому поглядывайте наверх. Также эти кристаллы будут вам давать баф «Гармония», который будет ускорять восстановление способностей, а также накапливается этот баф несколько раз. По итогу вам нужно разбить 11 кристаллов и пройти на лёд, и поздравляю, люмина ваша! Револьвер этот довольно интересный. Он имеет похожую с шипом механику, когда после убийства остаётся сущность, проглотив которую можно пополнить часть обоймы. Однако вместо получения дополнительного урона, здесь идёт бонус другой у поглощения. Ваш следующий выстрел от бедра образует самонаводящуюся сферу, которая исцелит союзника и усилит урон вам обоим. Честно говоря, в «Гарнире» я особо не вдохновился этим револьвером, но он изначально был задуман сыграющий из кооператив, потому в ПВЕ он может быть пополезнее, но посмотрим и время покажет. Надеюсь информация для вас была полезна, но от меня пока что всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»